Всем здравствуйте! Старый гиперболейский снова с вами, а также вместе с нами еще и Инга Юрн, и ее гельхийка, жрущая всяческую гадость, и ящер, великолепный красный принц. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Я закопалась в своем инвентаре и как-то пропустила вашу приветственную речь. Ну что ж, мы продолжаем породить просторы океана. Идемте. Да, а для тех товарищей, кто оформил спонсорство на моем канале, вы сможете посмотреть следующую серию уже прямо сейчас. Так, это бизнесмен. Идемте. Нам наверх. Так, беспокойные воды. Слушай, а вот эти книжки, которые тут постоянно... Книжки можно читать. Так ну давай, может быть, это за это самое? Ну вы поднимитесь. И куда, на лестницу пошла, что ли? Да, да, поднимитесь. Наверное, здесь еще верхняя палуба. И здесь нам с вами еще тоже предстоит все облутать, обыскать. Ну и немножко... Я все-таки хочу сначала книжками заняться. Ну давай, книжками. Чтобы хоть предысторию там всякую понять. Так, книжки я и забыл уже. Где мы их там брали-то? Они могут быть... Инвентарь. Инвентарь или что? Где? Как там? Да, инвентарь. Там вот какие-то свитки, да? Да. Так, письмо от этого мы читали. Так, дневник использовать, чтобы прочесть. Ну и что, как его использовать-то, блин? Я же забыл. Правая кнопка, прочесть. Так, а заглушение истока? Это мы читали, правильно? Томик стихов. Он ничего не дает мне. Я и правый, и левый, блин. Так, Томик стихов. Запрос. Прочесть. Я повстречал из дрифта кокетку. Такую красотку увидишь редко. А, это двоих дом. И выяснилось вдруг, что я обед, а барышня-паук. Поем, девица губы облизнула, спасибо молвила и ускользнула. То, что сейчас скажу, не будет ложью. С таких свиданий лишь опухнуть можно. Так, у меня есть заглушение истока. Это мы уже читали с вами. Так, а заглушение истока, потом запрос какой-то идет. Запрос, да, давай я прочитаю. Запрос для пропитания колдунов. Тыквенная мука, подсолнечная мука, подсоленная мука, репа, капуста, человеческий эль. Так, это был один запрос, второй запрос. А, это было пропитание, подожди, это что? Это тоже пропитание и записка. Так, некоторые... Записка магистра в запрос на пропитание колдунов, потом записка магистра. А, а магистра... Записка от магистра неизвестному. Сейчас, подожди, а колдунов чем кормили? Тем же самым. Так, а вот записка магистра, давай я почитаю. Так, некоторые из них в хорошем расположении духа, особенно дети. Другие же впали в уныние. Сложно их винить. Такую перемену принять непросто. Но рано или поздно у них появятся новые друзья. А когда мы их окончательно вылечим, они станут благодарить нас, а не проклинать. Ну, по крайней мере, большинство из них. Эльфийка со своими костями, одинокий волк, скрипучая карга с кухни найдутся те, кто так и не сможет смириться. Вряд ли их вылечит первыми, а может быть и не вылечит вовсе. Ну вот что-то такое. Так, и дневник. Потом ключ и какой-то дневник. Вот, а дневник в этой книге нет текста. Лишь изображения драконов заполняют страницы. Пусть художнику не достаёт таланта, но энтузиазма не занимается. Вот и всё. Так, а у тебя есть судовое письмо. Ну, я его читал уже. Да? Окей. Ну, предостережение патрулям от магистра Сивен. А, ну всё. Так, ладно. Мне стало известно, что вы там ставите херню всякую. Так, всё тогда. Так, тут какой-то жлоб рычит. Так, смотри, там рычит собачка. И ты, в принципе, поскольку владеешь даром разговора с животными, можешь с ней поговорить. И, глядишь, удастся её убедить нас не убивать. Собака отчаянно царапает лапой морду. Она морщится, когда из мокрого чёрного носа начинает течь кровь. Но всё равно продолжает скрести. Крикну собаке, чтобы убиралась отсюда. Корабль скоро потонет. А кликну собаку и спросить, в чём дело. Собака внезапно замечает вас и рычит. Шерсть на загребке встаёт дымом. Она готовится к прыжку. Рычит. Эй, колтон! Собака чихает и снова чешет нос лапой. Не чую, нечем дышать. Слишком много истока. Слишком много. Пожалуйста, пожалуйста, Скулит. Пожалуйста, не надо. Сказать собаке, что вы всё это устроили. Если бы могли, вы бы положили этому конец. Спросить собаку. Разве она не должна выслеживать кулдынов? Вереть ей отыскать того, кто это всё сделал? Ну, это она на нас накинется тогда. Так, кораблю недолго осталось решить, что собаку следует избавить от мчи. Это значит её убить. Может быть, попробовать... Сказать, что не вы всё это устроили. И если бы могли, вы бы положили бы этому всему конец. Ну, только это тогда получается. Ну, да, получается только это. Рычит. Колтон! Гап, гап! Ну, нифига. Вот надо путь вот давай говорить, Политкил. Конец дел. Всё. Ну, она на нас, по крайней мере, не кидается. Не долго, чтобы эти вещи снижать в спинтонах. Так. Стрелы мы нашли. Ну, давай тогда смотреться. Собачка не кидается, и пусть она тогда тут и будет всё делаться. Так. Это не подходит. Проклятье, проклятье, что-то там, проклятье. Дверь закрыта. Ну, там всё, другая комната есть. Ты, ага, ну, надо попробовать туда. Что у нас тут? Картина можно спереть. Тащи всё, спасай ландшафтики. Витрина. Что значит, применить? Это открыть дверцы и посмотреть, когда открыты дверцы, и если что, внутри. Вот эта дверь меньше, у неё здоровье, всё, до всего. Чёрт, она подожглась, Сибила. Зачем ты подожглась? Ну, атакуй, она 30 с дверью и прицепер. Он косится на ваш ошейник и тянется за мечом. Ещё один колдун! Спутник Магистра даже не моргает. А у вашего вида хватило, чтобы он застыл на месте. Указать на следы разрешения вокруг, что здесь творится, что они видели. Потеребить ошейник, вы сможете им помочь, если они снимут с вас эту штуковину. Обнажить оружие и прикончить их. Ну, так что, ошейник теребить? Ну, вот, я вот не знаю, по идее, с ними можно договориться, а лучше, наверное, их прикончить, потому что на них хорошее оружие. Ну, чё, приканчиваем? Ну, так всё, я туда приканчиваю. Всё. Он с драги этим громким шёптом обращается к другому магистру. Хватит держать, Рикс, дрожать, Рикс, бери за меч. Рикс скидывает меч, у него дрожат руки, аж так, что клинок ходит худуном. Так, ну что ж, вот он и бой. Так, что мы делаем? Мы начнем... Так, а у меня... Я вот, смотри, если я держу эту херню в руках, я не могу... А, это ты сейчас первая ходишь, да? Да, я сейчас первая хожу, и ты огнём... Так, погоди, пыхать, потому что... Потому что... Потому что... Потому что надо посмотреть, сколько из них снесёт. Да, с меня снесёт, понимаешь? Я куда? Я скушаю, скушаю, скушаю. Ты когда подходишь, ты тратишь тоже очки. Так, это мы сделали. А, это ты его убьёшь, что-то осталось. Я его даже, наверное, своей палкой добью. Ну, Рикс, в принципе, можно было. Ну, хотя мы уже с ним не договорились. Так. Давай-ка, наверное, я подставлю... ...тотем. И я... И я... Это тотем, он тоже плюёт с огнем. И я просто отойду, чтобы... ...свободить себе место. Вот. Так, теперь инкарнат. Кого мы будем бить первого? Вот это вот два всего осталось, а у этого восемь. У дальнего. Риксер? Кого там? Уже... Надо было, наверное, того лучше грохнуть-то. Ну, я думаю, у наших... ...всех грохнуть. Нет, всё, теперь ваш... ...ваш выход. Так, ну я попробую... ...мечом просто... ...мечом или ты можешь... Ну, мечом тебе надо дойти до него. Попробуй щит в него кинуть. Так. Так. Что ещё там было сделать? Достаточно... ...чтобы дойти. Теперь уже недостаточно. Так, это что такое? Калечащий удар. Слишком далеко. Ну-ка, жар драконом он. Ну, давай. Карнат, возможно, сдохнет, но... ...белабь. Он отсюда просто не достал, видишь. Так, у тебя есть ещё очко действия. Ты можешь на себя... ...у тебя должна быть каменная... ...это самое, плоть? Или как она? Броня каменная. Можешь её на себя одеть? Нету, да? Ладно. Могу просто немножко... ...немножко отойти. Ну, да. Или закончить ход. У тебя останется это очко на следующий ход. Так, а где я должен ход заканчивать? Я не знаю. Посмотри, есть там где-нибудь у тебя закончить ход? Ну, я отошёл. Вот, видишь, он надел на себя броню. Карнатику досталось, Карнатику досталось. Ты его траванула, что ли? Я его молнией. А там просто за ним был яд, и, очевидно, он разбился. Так. Ещё одного. Всё, готов. Готово. Посмотрим, что у них там есть. Ничего. Много денег, да? Броник не было, к сожалению. Ну, ладно, стулья горят. Всё горит. Ну, шкафы его насматривают. Шкафах насматривают. Ну, вот, мы сейчас... Флянта, флянта. Картину я сам заберу. А, вы думали, что Ривелон плоский? Ха-ха-ха. Когда нажимаешь на глобус? Интересно, что принц скажет, если нажмёт на глобус? Тоже самое. Тоже самое. Так. Это чек. Так, письмецо. Ну, письмецо я могу и взять. Милая Стефин, я пишу это письмо, и наш корабль ещё совсем недалеко от острова. Странная фраза. Но, когда я снова... Когда его снова принесёт... Ну, когда сова принесёт его, мы будем уже в дне пути. Ага. Вняв твоему совету, я подчинился приказам Александра. Но я часто думаю о лицеане. Смирился бы, божественно, с тем, что мы делаем. Благословил бы тех, кто отбирает детей у матерей. Неужели? Неужели это единственный способ? Мне холодно. Холодно телу и душе. И я уверен только в одном. Твои руки согреют меня, когда мы встретимся снова. Рикс. Которого мы замочили, да? Да. Да. Жалко его, но... Что же делать? Его можно было, в принципе, спасти. Не хотите прилечь киперборийск? Смотрите, как ты ещё кормил. Икиископ Александр. Самодовольный прыщ. Взамнивший, что он сможет пленить принца. Смехотворно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Где вы там меня маните? А, вот. Спокойной ночи. Штанишки одели. Физическая броня. А что у тебя ноги с лампасами? Это так у эльфов у всех? Это такие у них мышцы. А-а-а-а. Да. Так, ладно, хорош спать. Пошли. А что мне... На что же я такую показываю? Мне надо показывать. Опыт какой-то, что-то прям на что-то я как-то вот попадаю. А на что я попадаю? Вот опять вот, смотри, опять было что-то такое здесь. Ну, разберись, я не знаю, что у тебя показывают. Знаете. Так, здесь придется, наверное, обходить. На, ты, шиньи. Так, а дверь нельзя открыть, что ли? Не, ну а зачем ее ломать? Мы уже были в этой комнате с собакой. Не, по-моему, этот ломание не прокачивает себя. Прокачивает вот именно когда бой или там задание. Так, все вот здесь посмотрели, да? Получается, что... Так, собачка, да? Вот сюда, вот дальше. Вот там слева лежит, лежит на пицце. Двух пиетный. Кто-то кричит, кто-то кричит. Скорее, скорее, что-то кто-то кричит. Подожди, скорее, скорее. Вон, надо обобрать. Да, 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 да. Иди по другой стороне. Хорошо. Так же. Давай, давай. Вот я лук нашел и монеты. Лук тебе, наверное, надо, да? Ну, да, если я буду дальней пользоваться. Да, тебе? Давай, давай. Давай. Так. Так. пусто как-то ну это видишь у нас еще с тобой такой не совсем простой уровень сложности так нашел ключ черепа еще одну записку эртов очки с туманом смерти заперто хранилище вам с риксом держаться от подальше кто-то начнет углубить добром это не кончится так как-то ничего нет все бочки пустые так но на эту палубу так вот в общем с туманом смерти здесь и жлоб какой-то рассказчицу и поэтому запомнил снаг на двери был нарисован совсем недавно вы сразу узнаете этот символ предупреждения что внутри туман смерти рассказчика вы прижимаете ладонь двери чтобы ее открыть дерево кажется прохладно и тепло оно просто серое ваша рука обесцвечивается вы чувствуете я просто хочу открывать так не поддается воспользоваться ключом а дверь отворяется со скрипом ваше сознание за умевает так вот какой-то жлоб лежал я хотел его опутать но есть две золотые монетки и и бочки справа так так там очень жлоб лежит в тумане смерти магистр-рыцарь а он туман смерти убивает речи мгновенная смерть для живого а как чушь тогда я не поелез зависит от того каким персонажем играешь а ты опять нажрешься трупякского мяса и побежишь в туман смерти да теперь чуть не будет нет не будет это если бы мы играли за нежить которая все равно так ну здесь у нас смотрите кто-то сидит тоже вот здесь вот видишь в коморочке какой-то товарищ вот я видишь в какой коморочке где так кстати по поводу бочек с водой их можно вот так вот брать рукой так ты чего трепаться с ним что ли так рассказчик вы проходите дверь и внезапно оказываетесь лицом в лесу с лицом к лицу с нежитью со скелетом его череп как-то необычно угловат а посреди лба красуется великолепный драгоценный камень ай ай рассказчик скелет быстро листает том знаменитой циклопедии крэйни хуберта бормоча что-то себе под нос эй нет 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 какой идиот записывает знания на прессованных опилках они горят они раскисают воде они даже кислоту не могут выдержать неудивительно что сей народ столь невежественен скелет поднимает голову и наконец замечает вас о это ты почему ты не убегаешь не орешь как резаны и так далее его манера держать книгу она что-то вам напоминает прямо так и скажу скелет тяжело вздыхает и вновь атыкается в книгу суетливо перелистывая страницы да разумеется это взгляд того кто держит руках книгу и хочет прочесть ее а теперь если закончил полагаю тебе пора искать место спасательной шлюпке да конечно же эльф он тот самый эльф который читал книгу а ему не пора что на намерен пойти к одному вместе с кораблем спросить почему вы не видели его раньше и ведь довольно трудно не заметить огрызнуться он прав корабль идет к одному так да конечно же эльф я скажу ну что ты я эльф не более чем ты рваная трепьев который ты облачен у меня была маска весьма остроумное устройство которая благодаря которому я мог принять эту примитивную форму и маску это у меня украла та проклятая ведьма после своей дешевой сцены что же она все равно утонет вместе с остальным дурачом и тогда я просто заберу маску с ее хладного трупа какое бессердечие он мог бы спасать жизни а не сидеть тут сложа руки кивнуть вполне разумно вполне разумно воистину столь же разумно как спастись с тонущего корабля и оставить ближнего своего покоя я бы пожелал тебе доброго дня но скорее всего тебя ждет весьма ужасная смерть так что скелет бездравлично пожимает плечами и вновь атыкается в книгу конец дьявола короче ему пофигу короче потому что он скелет вот бессмертный так ну что ж ладно подожди звук эффекты облутали пошли дальше вот это вот сюда вот поэт на эту лестницу а ох что у нас тут творится так подожди а где этот сам дневник то этот стой что-то я опять его потерял так вот дневник так сейчас беспокойные воды так лава первая свежий бриз глава первая корабль напала гигантской исчезни вкус от и похоже его привлёк выброс стоку при взрыве леший бриз перевозил бочки с туманом смерть ядовитым газом который божественную орке применил а в недавней войне лучше держаться от него подальше колдунья вентега осозналась в убийстве сказал что у нее что общее затем она устроила взрыв и сбежала вот на борту корабля супра александра все это уже было так дальше спокойные воды а вот кракет напал нам удалось выбраться на среднюю палубу бежать с корабля записаться все это мы сделали поисках оружия мы вооружились самым простым оружием надо найти оружие жаркий ошейник найти кого-то поможет снять ошейник все вроде так еще идем на палубу ой 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 обыскивать сейчас не обыскивай потому что ты будешь тратить очки действия так ну и чё мне щит бросать в них очередь моя поэтому сейчас я поставлю просто я щит бросаю потом подойти не могу горната так а что у нас горната да ничего 24 так что они боятся они боятся воздуха и воды боятся эти твари огня нет и как ты знаешь чего они боятся на них правой кнопкой нажимаешь и осмотреть вот на этих твари и вот здесь так или наоборот вода здесь снижает урон атака да видишь на огонь снижает вода снижает урон атака так водой то есть они боятся воды и воздуха что ты встаешь ты будешь говорить что ты делаешь ну ты видишь что я делаю я то можете вижу но я не знаю ну вот я выпустила инкарнаты и поставила татэр так так очередь инкарната и хлопиться так так подожди ка еще раз все у тебя закончились ходы закончились ходы да так что мы можем сделать шибануть шибануть и шибануть 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 она получила оглушение а значит она не сможет двигаться и инкарнат ее добьет возможно что возможно 9 всего осталось а это даже не до инкарната что я ты можешь дожди достанет металл что-то он по-моему не метнул ни хрена ты отдел потому что пройдет так свиток огненный шар у этого хрена тебе нужен да нет в принципе пока у нас тут ну как говорится пока мы еще не определились чем дальше будет так теперь смотри нам надо сюда вот к лодкам но я предлагаю потому что там сразу все закончилось обыскать тут есть еще много всяких полезных вещей на это показали пока ее терзает вот этот здоровый осьминог просто смотрите ой 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 Так, туда наверх можно пробраться, но надо взять при этом... А ты зачем взял бочку с водой? А я хотел это... потушить. Да, но её не надо брать в иноментарь, её надо взять руками. А как её взять руками? Вот, когда ты к ней подходишь, появляется ручка такая, рука. Ты просто берёшь и... Вот я так и сделал. Где у нас, зараза? Я потерял, где она? Ну вот тебе теперь её надо волочь тогда, или я привожу. Я выбросил, чё. Ясно, да, вот тогда я привожу. Как её брать? Вот, подожди, бочка с водой, вот я на неё нажимаю, вот он подходит. Оп, и с подобрал. Выброси. Сам не знаю. Хе-хе-хе-хе. Поднимаешь её вверх и переставляешь, куда тебе надо. Поднимается она. Чё мой дебилоид... Опять в стойку встал. Ну, ты нажал, очевидно, на оружие какое-то. Да, стойка тут не влияет никак. Ох. У тебя есть телепортация? Калечащий удар это вызывает. Я просто быстрые клавиши смотрю, как работает. А-а, ну ясно. Ну как снять? Ещё раз туда нажать. Вот я сейчас нажала, например, тоже у меня. Я нажимаю правой кнопкой на кухню вкладку. Там пристань, уходи на кухню в состоянии. Ни фига, у меня не выходит. Вот я нажала, а правой кнопкой я нажимаю на ту же иконку, которая сейчас у меня светит. Всё. Правой кнопкой. Да. Так, тогда как мне убрать? Убрать, дебила. Там смотри, рядом с этими иконками у тебя стоит замочек. Щёлкни на него. Заблокировать панель быстрого доступа или разблокировать панель. Заблокировать сейчас, чешно открыто. Открыто. Щёлка, видишь там единичка, рядом с ней, справа ещё стрелочки. Щёлка, пока не увидишь, простая атака. Так, теперь подожди. Теперь с бочкой попробуй разберись. Просто левой кнопкой мыши нажимаешь, когда рука появилась, и таскаешь её туда-сюда. Зажатый кнопок. Не таскается. А, вот тебе таскается. Да? Ну вот. И таким образом... О-о-о-о! Так, короче, давай, чего тут делать надо, и всё, и валит. Я хочу добраться до магистра, который вот здесь горит. Капитан Пелло. Ну что, я попробую тогда добраться. Падаю. Скорее, так здорово. Ой, кто это? Не ходи к туда к лодкам. Я не хожу, я смотрю просто. Да, так это же те самые исчадия ада напали. Так, свиток у него был отличный. Что ещё? Ну что, управлять кораблём мы не можем. Правого руля нет, не получается. Не случится. Так, всё тогда. Сейчас ещё немножко подгорит. У нас есть волшебная лежанка, и мы подречемся. Так, здесь мы всё осмотрели. А чё-то у него не взяла этот... Кого? Доской посох. У кого? Там наверху. Нет, не было у него посоха. Он у него просто значится, но взять его голову нельзя, к сожалению. А, точно, вижу. А, короче, пошли. Вижу, вижу. Ну я не знаю, как он значится или чего там, но если он там значится. Да, 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 я вижу, вижу. Ну я не заметила. Возьми. Она нам пригодится. Слово эльфийка. Ну, он не блондинка, посидевшая эльфийка, общение с вами. Так, общение с вами, общение с вами. Вас вообще... Чем дальше, тем меньше слышно, чего вы там говорите. Это у вас просто эффекты такие. Я надеюсь, что меня будет слышно. Так, слышно. Слышно слышно, когда вы нормально разговариваете, а когда так... Так, цель слишком тяжелая. Цель слишком тяжелая. Все, куда дальше? Как долго ты будешь меня терзать? Вот, иди за мной. Шлюпка, значит, есть шанс. Так, там еще есть продаящичек. Сейчас вот до него добегут. И все. Бабах, одну шлюпку разбили. И сундук вы разбили. Спасаться. Лежаночка, нажмите у себя. Так, ну что, смотри. Пошли в шлюпку тогда. Все, пошли в шлюпку, давай. Хватит болтать, девчонка. Иди, гномы, вперед. Все, как в старых майках. Тот тщательно дергает за одну из ближайших веревок. Вы говорите, что там внизу еще есть люди, которые нам нужны помочь. Трайс. Видишь ли эти... Щупальца, девчонка. Нам надо убираться отсюда подальше. Обозвать гнома жалким трусом. Корабль содрогается у вас под ногами. Сказать девочке, что Гилл прав. Вы только что с нижней палубы и обратно собираетесь протянуться к механизму и плевать на остальник. Так, обзывай гнома жалким трусом. Почему это обживать гнома? Правильно, что ты сказал? Ну, потому что нам надо спасти тех, кто остался там. Они же там без сознания лежат, помнишь? Спасибо, спасибо, спасибо. А вот там есть лестница, по ним надо спуститься. Все, из-за тебя погибнем, ясно? Все, спасать, бежать, что ли? Бежать, спасать. Здоровье поправьте, да? Все поправили. Я все поправлю. А куда ты? Куда? А, да. Вот же лестница. Я там и спустился по лестнице. Магистр лежит на полу без сознания, истекая кровью из страшной раны. Все. Магистр истекает кровью. А мы возьмем древнюю книгу. Не туда куда-то с... Я же ты сказала, что ты не туда залез. Там стоит всегда флажок, куда надо спускаться. Блин. Если ноги не отказали, вылезайте наверх. У меня бой, поэтому спускайся, пожалуйста, вниз. Как надо было. Потому что мне помогать с драться. Что там у тебя? Его спасаем-то. Ты спустился? Ну вот сюда. Видишь, все эти оглушенные тут. Они выжили. Гном, Ифан, Луис... Бой. Бой начался. Бой. Да, и начался бой. Так. Что-то пошли вперед с карнатами. Кто ближе всех, я туда и сказал. Чёрт. Чёрт. Позралась опять. Нет, это называется жертва плоти. Я добавляю себе одну очко хода к этому образу. Карнат, чтобы приятного детеныша густоты. Эти жуки. Наши помощнички бьются. Где наколдовал, что? Не-не-не-нет, это бьются наши, видишь, Луис и так далее. Они... Используют все свои знания, чтобы, как говорится, биться. А вот теперь будут из меня. Бывало их уже говорит им. Так, ваш выход. Видите, этого жука, чтобы он меня не сожрал. Крани. А, он целёхенький. Красный принц. Ага. Оглушён. Отлично. Так, мой ход, да? Не надо этого добить. Чё, добивай его, всё. А, доблю ли, доблю, доблю ли я его. Пробую. Опять всего. Чё ты, добьёшь? Есть. Так, и... Ещё один, кто-то, да, есть. У меня стоят так. Хотя у меня жезлы. Разве у вас есть жезлы? Да, у меня есть жезлы. Перпорейский. Подождите, я сосредоточена на битве, а вы мне тут, это... Чё такое? Ну, сосредоточен. Кого ты стреляешь? Ты вообще не в того убьёшь. Блин, точно. А он уже был дохлый. Средоточен она на жертву. Ну, вы меня сбили с понтолыку. Жезлы, жезлы, жезлы. Вон, гипот. Бэтмэдс. Использовал бы одушевление. Мы бы одушевлены. Можете подбежать поближе, чтобы достать до всей этой гадости. Недостаточно очков действия. Так. Вон, рядом слои замороженные. Ты не надостаёшь, нет? Калечащий удар. Пуль носим его щитом получится, нет? Нет. Это слишком далеко. Поднять щиты. Восстанавливать 8 физической брони. Восстанавливать 6 магической брони. А, ты можешь? Я чё не могу сделать? А поднять щиты тоже не можешь? Могу. Ну, сделай, хотя бы что-то не бойся. Всё. У меня, правда, есть, был этот свиток. Коль будет у него огненный шарм. Нет, нет, свиток побереги. А, нет, слишком ценные вещи, чтобы... Тогда заканчивай ход. Потому что, видишь, воодушевление работает на всех на нас. Отлично. Так, сейчас карнатик попробует. Мочка. Достаточно. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. То есть... А подожди, там ещё кто-то был с этим. Я видел. А, слушай, слушай, я чё-то в оборок упала. Я упал. Эй. А, это была магистерша, я с ней говорила. У меня на тебя большие планы, дитя. Вставай. Ну, в общем, судья Оривен. Ну, в общем, судья Оривен написал письмо о том, что корабль погиб, все погибли. Ну, в общем, всё. О нашем существовании никто не знает. Загружаем форт Радость. Я загрузилась. Побережье форта Радость. Начало хроники, глава вторая, побег. Надо сейчас дневничок зачитать. О, полученное достижение. Полученное достижение. Давай к нам еще. Как мы с тобой лежали-то на песочке? Татуированные главные дали. Чего-то не лежит, да? Дневники обновились. Поменяй, поменяй позицию. Вот так. О-о-о. Да, это я броньку нашла. Не подумайте ничего. Это броня, не пробориски. Это броня? Мне казалось, наоборот. Это никакая не броня, а наоборот. Ну, стой на месте-то. Всё, давай на этом. Закончим. Дневнички-то о следующей серии почитаем. Обязательно. Что ж, мы прибыли. Форт Радость. А вот он, парадист. Ну, что ж, на сегодня это всё. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания. И кто оформил спонсорство на моем канале, следующую серию, может посмотреть уже прямо сейчас. Спасибо за внимание. До свидания. И... И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok